Моя цель сегодня завершить этот материал, а завтра у вас будет утром тест. Потом вопросы о доброй совести. Такой вопрос. Кто сказал, кто бы мог бы сказать, что ты обидел меня и так никогда и не извинился? Могу ли я задавать личные вопросы? Если ты будешь отвечать на мои вопросы, то будешь ли ты честен? Делали ты такое, о чем не знают твои родители? Либо делали такое, о чем не знают твой супруг-супруга? Кроме того, есть ли еще что-то, кроме этого, что можно исповедовать? Знаешь ли ты, какова награда за исповедание грехов? Вы можете записать Якова 4.6 Якова 5.16 И Притча 22.4 Затем вопросы о прощении обидчиков. Когда-либо кто-то тебя ранил глубоко, обижал? Большинство людей внезапно же вспомнят обиды. Обычно они будут отвергать тот факт, что у них есть горечь и обиды. Но обычно, если не очень быстро это вспоминают, то все еще что-то есть внутри. Если они не могут говорить о прошлом, без боли, без слез, тогда нужно еще дальше им служить. Ложился ли ты когда-нибудь спать в таком гневном состоянии? Я один раз летел на самолете и спросил неверующего такого человека. И я ему показал эту диаграмму. И как Сатана созидает свои твердыни. И как мы можем освободиться от этого. И у него такие глаза были, оу. Теперь все понятно. Поэтому, насколько больше тогда мы можем это применить к верующим? И я объяснила ему важность прощения прежде тем, как ложиться спать. Для того, чтобы избежать мучителей. Знаешь ли ты, как влияет гнев на твою душу? Потому что на все случаи скажут, что я не знаю. Тогда нарисуйте эту диаграмму и объясните. Еще другой вопрос. Почему Бог позволил произойти тому, чтобы тебя обидели? Если человек не понимает, что Бог позволил этому случиться. Это возможно злоба того человека, либо злоба дьявола на него. Но Бог говорит, что мы можем быть благодарны во всем. Не обязательно благодарны за все, но благодарны во всем. Позвольте мне перечислить четыре шага для того, чтобы иметь дух прощения. Четыре принципа для того, чтобы иметь дух прощения. Это также будет в тест. Четыре шага для того, чтобы иметь дух прощения. Первое. Понять, что страдание за то, что вы делаете добро, это естественная часть жизни верующего. 1 Петра, 2 глава. 2 Петра, 2 глава. Verses 21-23. 21-23. Repeat this statement again. Understand that suffering for doing right is a normal part of the believer's life. Понять, что страдание за то, что вы делаете, поступаете правильно, это естественная часть жизни верующего. Страдание за то, что вы поступаете правильно, это естественная часть жизни верующего. Хорошо, 1 Петра, 2 глава. 21-23. 1 Петра, 2 глава. 21-23. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы вы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному. Иногда мы будем страдать за то, что мы поступаем правильно. Если мы обретем дух прощения, то нам нужно это понять. Второе. Второе – это понять, что Бог действует через нашего обидчика. Второе – Царство 16. Второе – Царство 16. Второе – Царство 16. С пятого по четырнадцатой стихи. Я не буду читать весь отрывок, расскажу историю. Давид убегал из Иерусалима от Авесолома. Потом выходит из Семей, начинает бросать него камнями. И в Давида проклинать Давида. А затем человек Давида говорит, давай пойду, я ему голову снесу, отрублю. И Давид говорит в одиннадцатом стихе. Оставьте его, пусть засловит, ибо Господь повелел ему. Давид просто видел, что этот человек – инструмент в руках Бога. Он полностью посвятил себя Богу. И в конечном итоге и тот человек принял праведное возмездие за свой грех. Так как Соломон его потом судил из-за его бунта. И Соломон убил этого человека. В этот момент, в то время, Давид знал, что месть находится в руках Бога. И также Давид увидел, что Бог действует через человеческие инструменты, для того, чтобы достичь высшей цели. И благодаря этому Давид благодарил, воздал славу Богу, доверился Богу. А что Иешуа говорил? Отец, прости им, потому что они не знают, что делают. Даже те, кто убивал его, он видел, как инструменты в руках Бога. Для того, чтобы достичь намного высшей цели для его жизни. Третий шаг. Благодарите Бога за каждое благословение, которое приходит с каждой обидой. Первое Петра, 3. Восьмой, девятый стихи. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны, мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Бог хочет, чтобы вы наследовали благословение. Наша самая большая преимущество, как верующих, это благословение. Это самое великое, что мы можем принять, благословение Бога. И благодаря этому мы можем вручить наших обидчиков в руки Бога. Римлян нам говорится, мне отмщение, я вас дам. Если они грешат против вас, то, скорее всего, они так же поступают с другими людьми. И, вероятно, всего уже получают свое наказание за грехи. Бог воздаст. Венчание я воздам. Часто, что мы делаем, игнорируем, и так же плохо к ним относимся. Таким образом мы говорим, ну, я мщу тебе и воздаю тебе за то, что ты сделал со мной. Но настоящее прощение Это больше переживать о человеке после того, как он согрешил, не до того. Настоящее прощение Это когда вы больше начинаете переживать обидчики После того, как он вас обидел, а не до того. То есть больше переживания и забота о нем появляется после того, как он вас обидел. Это понимаете вы? Четвертый шаг Попросите Бога показать вам, какие качества характера Бог хочет развить в вас через эти обиды. Галатам пятая глава 22-23 стихи Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона. Спросите, что Бог разовьет вас через эти обиды. Еще хочу упомянуть эту ссылку, где мщение я сдам римлянам. Римлянам 12 Стихи 17-21 Не воздавайте никому злом за зло. Предобливайте зло добром. Бог воздаст. Поэтому, если враг ваш голоден, накормите. Если жаждет, дайте попить. Это реакция в абсолютно противоположном духе. Если вы хотите обрести дух прощения, Следуйте этим четырем принципам. И, наконец, вопрос по поводу прощения обидчиков. Как ты можешь послужить тем, которые тебя обидели? Как ты можешь послужить тем, которые тебя обидели? Самый лучший способ, как изменить эмоции и чувства по отношению к кому-то, Это инвестировать самого себя в них. Где ваше закровище, там же будет ваше сердце. Если вам трудно кого-то простить, то инвестируйте себя в этого человека. Дайте ему подарок, делитесь с ним, заботитесь о нем. Господь, мы молимся за тех, которые нас обидели. Господь, мы прощаем их. Господь, мы благодарим Тебя, что страдания, что мы поступаем правильно, это естественная наша часть жизни. И, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты действуешь через этого человека. Даже хотя и дьявол действует через него, и плоть так же. Господь, мы благодарим Тебя, что Вы планируешь меня благословить через это. Господь, покажи мне, что Ты развиваешь во мне, в моей жизни через это. Какой плод Духа Ты хочешь явить через эту сокрушенность. Господь, мы прощаем и благословляем. Мы благодарим, что Ты наш мститель. Что мщение Твое, и Ты воздаешь. Что Ты неправеден. Что Ты воздашь. Так же, Господь, мы себя удаляем от всякого мщения. И благодарим Тебя, Господь. Мы отдаем их в Твои руки. Мы инвестируем что-то хорошее в них сейчас. Господь, помоги нам жить в духе прощения. Мы молимся. Во имя Ишуа. Аминь. 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 Аллелуя. Следующие вопросы, которые можно задавать, это вопросы по поводу прав. То есть, есть ли какие-то члены семьи, которые раздражают Вас? Раздражение, это раздражение взаимосвязанное с теми Вашими правами, которые Вы не передали Богу. Нам нужно передать Богу все наши права. Это почему в семейных отношениях иногда это так трудно, потому что люди так трудны, потому что наши права на что-то выходят против их права. И права включают в себя наш личный комфорт и нашу пользу, наше преимущество. И права нужно отличать от ответственностей. Поскольку ответственность, это ответственность нашей обязанности перед Богом, а также перед другими людьми. Мы не можем передавать или отказаться от своих ответственностей, обязанностей, но только свои права. И мы можем просить только Бога помочь нам выполнять нашу ответственность, наши обязанности с помощью Его силы. Иногда люди попадают под давление ситуации в семье, в браке или в школе, так что хотят убежать. И снова в этих случаях мы хотим отдавать Богу свои права, а не свои обязанности. И знаешь ли ты, что эти раздражения придают смысл жизни, цель жизни? Мы об этом говорили. About irritations and how it's tied to finding purpose. God's purpose for you. И раздражение помогает нам найти Божию цель для нас. God's, you remember we talked about problems, irritations, responsibilities. Are God's gifts to us to produce spiritual maturity in us. Как и проблемы, раздражения и обязанности. Это Божий способ как взрастить нас в духовную зрелость. And then finally, could your irritations actually be mirrors? Be what? Be mirrors. Mirrors. Why don't you read it there? Be a mirror. Can be a mirror you look into. И может ли ваше раздражение быть, в принципе, зеркалом, отражением? Usually the things that irritate us could be a mirror to the very things that are weak in our own life. Обычно раздражение это зеркала, которые отражают что-то из нашей жизни. Questions on moral purity. Затем вопросы по моральной нечистоте или чистоте. It's very important that you don't counsel someone of the opposite sex without permission from their authority. Очень важно, чтобы вы не консультировали человека противоположного пола, не спросив разрешения у их властей. I had a woman one time when I was a pastor. Один раз, когда я был пастор, была одна женщина. Это было несколько раз. Она пришла ко мне и спрашивает, пастор, могу я проконсультироваться у тебя? Я спросила, а что твой муж думает по этому поводу? Она сказала, ну, он неверующий, я его не спрашиваю. И я ее спрашиваю, ты не против, если я его спрашиваю? И я позвонил ему и спросил его, могу ли я консультировать его жену. И он дал мне разрешение. И даже затем, с ее разрешения, я позвонил снова ее мужу и рассказал ему о том, в чем мы вкратце общались. И поскольку я почтил его власть, его семье, его доме, он меня полюбил. И он даже начал приходить в церковь. Конечно, на итоге он отдал свою жизнь Богу. Поскольку я почитал его место, в его семье, в его доме. Для того, чтобы она не смотрела на меня, как на духовную власть над ее мужем. Я духовная власть в церкви, но ее муж духовная власть в ее семье. Поэтому нужно быть осторожным в отношении моральных каких-то вопросов. И можете почитать Ифесянам 5.12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Даже стыдно говорить о некоторых вещах, которые делаются тайно. Другими словами, мы можем, должны знать иногда, что человек совершил какие-то сексуальные грехи, прелюбодеяния. Но нам никогда не следует задавать вопросов по поводу деталей и подробностей греха. Поскольку даже стыдно об этом говорить. Нужно исповедовать грех, а не все детали, подробности. Еще один вопрос. Как много моральных битв, страдающих? Как много моральных битв, страдающих? Есть три моральные битвы. Первая битва – это битва на уровне мыслей. Если человек потворствует похотливой мыслей, то тогда у него будут возникать проблемы во второй сфере. Это битва действий, битва поступков. Нечистые поступки будут вести к третьей битве. Это будет битва и поступков, привычек. То есть мысли, действия, привычки. И когда вы объясните эти три сферы битвы, то спросите, как много у него таких полей битвы, полей сражения в его жизни. Это понятно? Да? Да или нет? Да. Еще один вопрос, который можно задать. Если кто-то относился... Были ли вы подвержены моральному насилию? Это очень прямой вопрос. И нужно получить разрешение для того, чтобы вообще задавать такой вопрос. Но это удивительно, как много жизни были визуальными морально, особенно когда люди были милыми. Дай пример морального визуальность. Ну, сексуальный обувь. Сексуальный обувь. Да. Потому что это... Да. Сексуальный обувь. И это все? Что это все? Ну, я просто говорю, что сексуальный обувь очень broad. Моральное насилие, это также относится к сексуальному насилию, которое тоже очень широкое понятие, очень много чего включает. Многие люди были визуальны когда они были ребенком. И над многими людьми, надругались, когда они были еще и детьми. И многие годы они это прикрывают. И когда что-то подобное происходит с ребенком, или любым человеком, вообще, то необходимо избавиться от вины. И тот, кто над кем надругались, нужно помочь ему избавиться и удалить эту вину. И в то же самое время принести справедливость, правосудие для того, кто так поступил. Мы надеемся, что тот человек исповедуется и покается в этом. Но также, возможно, также будет приемлемо рассказать об этом инциденте соответствующим властям. В Соединенных Штатах, я не знаю, по поводу Украины, если происходит сексуальное надругательство над ребенком в церкви, то на нас лежит ответственность разобраться с этим вопросом не только в церкви. Но на нас лежит законная власть рассказать об этом властям. Государственным властям, потому что это еще одна другая форма, как Бог с этим решает, разбирается с такими властями. И иногда, люди не будут уничтожить эту власть, пока они сообщают это правосудие. Иногда тот человек, с которым поступили неправильно, он подтвергся на насилие, у него даже чувство вины не будет уходить, пока виновник не будет наказан соответствующим образом. То есть, если человеческий суд не разберется с этим, то будет вмешиваться тогда Божий суд, Божья справедливость. Затем, есть ли какие-то привычки, с которыми вы не можете расстаться? И как вы знаете, что на мужчин больше оказывают влияние визуальные образы. В то время как женщины более стимулированы сексуальными фантазиями, а мужчины тем, что видят напрямую. Поэтому у нас такая тенденция сохраняется к порнографии. И то, что мы видим, то, что дает незамедлительное чувство удовлетворения. И есть сейчас средства, которые могут помочь нам. В английском есть такая программа, называется программа завета с глазами. Не знаю, может быть, это есть на русском. Но она основывается на стихе Ева, из книги Ева, когда он говорит, заключил завет с глазами своими, чтобы не грешить перед тобой. Есть много замечательных парней, которые любят Господа. Но могут попасться в этот круг порнографии, который будет их держать постоянно в стаде, в вине, чувствовать вины. Я никого не приниживаю, если у кого-то такая проблема есть. Мы, мужчины, один из способов, как мы можем помочь друг другу, это иметь еще какого-то знакомого друга, мужчину, перед которым мы будем подотчетны. Для того, чтобы мы не боролись с этим в одиночку. Если у вас есть такая программа, «Завет с глазами», то я бы поощрял вас к этому. Я путешествую все по всему миру. Это программа для компьютера? Это программа для компьютера. И она у меня есть на компьютере. Но это что это делает, что каждую неделю это отправит к вашим сотрудничественным партнером, что делает эта программа? Каждую неделю она отсылает отчет о тех страницах в интернете, которые вы посещали. И иногда даже это осознание того, что кто-то будет видеть, то, что вижу я, какие сайты я посещал, это 95% освобождение освобождения. Потому что если мы знаем, что наш брат и наш брат будет получать постоянно отчет о том, что я посещал этот сайт, этот сайт, этот сайт, этот сайт, это очень хорошо, я делаю, я это, я это, я благодарен к кому-то, потому что я не хочу искушения в этом, я знаю свои слабости. И когда я работаю на компьютере, потом появляются эти окошки. мужчина, которому будем подотчетны, поскольку я подотчетен своей жене, но также необходим мужчина. И иногда исповедовать хорошо это перед своей женой. если это постоянная борьба, то для нее это может быть даже депрессивно. У меня такая проблема, но у меня была проблема с этим. Она будет знать, что у вас есть еще какой-то друг, который перетворит подотчетны. Поэтому я бы поощрял бы вас, чтобы вы имели такого друга, который вы могли бы подотчетны. Помоги мне. Поскольку порнография это та штука, которую вы не можете разбить сам. Поскольку сейчас она стала слишком доступна для нас, как мужчины. И мы нужны кто-то на самом деле помог. И давайте будем вместе подотчетными. Окей. Мы подвигаемся почти к концу. Как быть ответственным за личную информацию? за персональную информацию. Когда вы задаете такие очень четкие вопросы, то вы будете получать личную приватную информацию. это информация как привилегия и доверие в отношении к вам. И нужно очень осторожно и мудро относиться к ней, к этой информации. секретарь. Поэтому первое, никогда не клянитесь хранить секреты. Если кто-то приходит к вам и говорит, можешь ли ты обещать то, что никому не скажешь? Это обещание, которое не следует давать. поскольку они могут рассказать вам нечто, что вы по праву, по закону должны сообщить дальше. Допустим, правительственным властям или же просто моральная обязанность поделиться с работодателями, либо родителями, либо мужем, женой. расскажут вам какие-то неправдивые вещи. И они не хотят, чтобы вы рассказывали это другим людям, так как они боятся, что узнают, что они лгут. Поэтому каков должен быть ваш отвлек, ваша реакция, когда вас спросят, можешь ли ты обещать, что никому об этом? Говорите вот что. Я не могу дать такое обещание, что никому об этом не расскажу. Но я могу обещать, что другие люди должны об этом знать, то мы будем вместе с тобой сотрудничать и расскажем им. обещание. Когда я был пастором, один мужчина пришел в мой офис очень поздно вечером, и он был неверующим. Он пришел и говорит, мне нужно поговорить с пастором. Он пришел, вошел, я смотрю на него, вообще ни разу никогда не вижу. Он говорит, мне нужно поговорить с тобой. Можешь ли ты обещать, что никому не расскажешь об этом? Я думаю, никогда его больше не увижу, ладно, пообещаю. И он продолжал дальше свой рассказ и поделился тем, что его планы дальнейшие по приходу домой это убийство жены и тещи. Я мог точно знать, что он был серьезно настроен. и я сразу сказал, извини к меня, ты поставил я в такую ситуацию. странирую, мы его и получили 更 медицинскую и действительно был возможность провести с Богом позже в ночь. И если покороче историю, то сделать, потом мы его отвезли, и у него была возможность встретиться с Богом, им потом служили. И насколько знаю, это было много лет назад, но он жены своей не убил. Также никогда не нужно клясться, хранить секрет. Во-вторых, никогда не нужно предавать доверие вам, которое было не следователь личного доверия. Большая часть информации не следует делиться с третьими лицами. Даже когда мы используем себя как пример и рассказываем какие-то истории, личные истории, когда мы делимся чем-то, то лучше сейчас спросить, можно ли использовать эту историю в каждом числе примера. Если человек не является ни частью проблемы, и также не частью решения этой проблемы, то нет никакой нужды о том, чтобы он знал об этой ситуации. Поэтому мы должны нести ответственность за личную информацию. Есть множество того, что я слышал в вопросах консультирования, те, которые со мной идут в могилу. Все это покрыто кровью, Бог простил их. Бог простил их. Я не буду типа так слышать, я это видел 10 лет назад, он тогда пролюбодействовал. или вот эта женщина, когда была ребенком, ее тогда изнасиловали. Нет. Это покрыто, и те вещи мы берем в могилу с собой. Умеем уверенность в том, что все это покрыто кровью Агнца. все мы те люди, у которых есть раны по жизни и боль. И все мы в процессе восстановления, и все мы под благодатью Бога. Для того, чтобы стать на путь восстановления и выздоровления. И с надеждой на то, что консультировать, иногда направит нас к этому восстановлению. Поэтому эту информацию нужно относиться к ней в страхе Господнем. Давайте сделаем перерыв.